Всем привет! Сегодня я буду проверять мифы и секреты в Брукхейвен. И давайте начнём. И начну я с чего-нибудь полегче, поэтому бежим к бассейну. Миф заключается в том, что если я возьму баскетбольный мяч и брошу его в воду, то он не будет тонуть. Смотрите, реально, это работает! А если сделать то же самое, только с футбольным мячом? А вот футбольный мяч уже сразу утонул. Интересно, давайте попробуем бросить баскетбольный мяч в воду и обратно его взять. Плыву к мячу и это реально работает, смотрите! И это оказалось правдой. Но давайте проверим что-нибудь поинтересней. Для этого поехали в торговый центр. Я возьму велосипед. Так, я на месте. Поднимаемся на второй этаж. И здесь есть вот такое кафе с бургерами. Заходим внутрь. И нужно достать спальный мешок. Вот он. Достаю и ставлю его вот сюда. И получилось! Это работает! Классно! Смотрите, секретная комната. И я сейчас проверю сразу же еще один миф, связанный с торговым центром. Возвращаюсь обратно. Для проверки следующего мифа мне нужно бежать в кинотеатр. Заходим внутрь. И якобы с помощью этого способа я смогу попасть под карту. Давайте проверим. Нужно сесть на три любых стула. Например, вот на эти. Теперь берем мешок и вставляем вот сюда. Вау! Действительно получилось! Но кажется, я упала под карту. Что-то, кажется, пошло не так. Ладно, проверю еще раз. Получилось! Давайте аккуратно вот так вот, потому что тогда я сейчас снова упаду нечаянно. Это реально работает! Я под картой. Правда, ходить здесь не так уж и много места. Классно! Здесь такой интересный вид. Даже какие-то здания снаружи стоят. Необычно так. А для проверки следующего секрета мне нужно взять вот этот дом. Теперь становлюсь маленькой. Дальше бежим внутрь. Дверь слишком тяжелая. Придется обратно становиться взрослой. Захожу внутрь. Теперь спускаюсь вниз вот сюда. И снова становлюсь маленькой. Дальше захожу под лестницу. Там должно быть секретное письмо. Да, смотрите, ребята! Реально здесь есть письмо! Правда, его плохо видно. Давайте приблизим. Возьмем бинокль. Вот он. Так, приближаю и посмотрим. Мощь агентства возросла. Да, большинство людей забыли правду и теперь являются частью агентства. Моему ужасу Марку среди них и присоединился к полиции. Есть небольшой сектор, который все еще верит, но нас избегают и теперь мы прячемся. Вот такое письмо здесь лежит и эта секретка оказалась правдивой. Продолжаем дальше проверять мифы. И следующий миф, скорее всего, неправда, потому что не может быть такого легкого способа получить админку. Но давайте все равно проверим. Для этого поехали вот к той табличке. В этот раз возьму машину. Едем, едем, едем. И смотрите, нам нужно подойти вот к этой табличке. И пишем здесь слово админ за главными буквами красного цвета. Вот так вот получилось. И по идее мне должны дать админку. Я уверена, что это не работает. Да, как я и сказала, это не рабочий способ. Не бывает все так просто. А теперь я проверю кое-что интересное. Беру вот этот дом. Захожу внутрь. Дальше нужно пройти в библиотеку. Библиотека находится у нас в подвале. И здесь есть тайная комната. Заходим внутрь. И здесь якобы должна быть еще одна тайная комната. Но ее не так-то просто открыть. Для этого берем ноутбук и садимся на каждый стул по очереди. Вот так вот. Я села по очереди на все пять стульев. И ноутбук теперь меняет цвет. И нужно нажать вот на эту кнопку. Эта кнопка открывает секретную комнату. Давайте ее найдем. Где же она, ребят? Может это из-за того, что я нажала несколько раз на одну кнопку? Давайте проверим еще раз. Так. О, да, получилось. Что это? Какой это ноутбук одинокий. В общем, это рабочий миф. И я сейчас сразу же проверю еще один миф. Нам нужно нажать вот на этот ноутбук. Нужно вроде бы как-то близко к нему подойти. Вот, ребят, я нажала. Надеюсь, что сработало. В общем, теперь мы должны побежать в тайный бункер. Выходим из дома. Так, открываю дверь. И беру машину. И поехали на заправку. Вот заправка. И здесь есть бункер. Заходим, выключаем свет. Дальше нужно подойти вот сюда. Нажимаю вот на это. И нужно ввести вот такой пароль. Сработало. Сработало. Открылась новая тайная комната. Смотрите, здесь стулья. Мы открыли антигравитационную комнату. Даже можно посидеть на этих стульчиках. Так что это действительно работает. А теперь проверю кое-что опять связанное с бассейном. Бегу вот сюда. Здесь есть вот такой трамплин. И если здесь поставить машину, представляете, она взлетит в воздух. Давайте проверим. Беру машину. Вот такую розовую. Ой, она кажется не туда упала. Ладно, вторая попытка. Это реально работает. Смотрите машину, куда улетела далеко. Возьму что-нибудь другое. Можно любую машину взять. Например, вот эту. Как высоко она улетела. Я даже не успела клянуться. Прикольно. А если взять целый автобус? Он тоже летает. В общем, это работает. А следующий миф связан с квартирами. Я уже вижу, там у кого-то есть квартира. Поэтому пойдемте на другой сервер. Пойдемте на второй этаж. И нужно взять вот эту красную квартиру. Захожу внутрь. И где-то здесь должен быть сейф. Давайте проверим. Побежали вот сюда. Давайте найдем зеркало. Но не это зеркало, а другое. Вот оно. Заходим. Ооо, это реально работает. Здесь есть сейф. И вот такая мини потайная комнатка. А вот и деньги в сейфе. И следующий миф. Нам нужно найти летнюю горку. А вот и горка. Теперь нужно подойти вот сюда. И якобы под горкой должна быть тайная комната. И нужно взять спальный мешок. Кладем его вот сюда. Так, неправильно. Нужно, чтобы подушка была внутри. Теперь ложусь. И там должна быть тайная комната. Но я ее не вижу. Значит, это неправда. Давайте хотя бы с горки скатимся, что ли. А следующий миф связан с вот этим домом премиум класса. В общем, здесь есть бассейн. И где-то там должна быть секретная комната. Давайте проверим. И да, смотрите, действительно, она здесь есть. Классно. Здесь очень красиво. Мне нравится. Можно посидеть вот на этих пуфиках. Сюда можно прийти с друзьями и сидеть общаться. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Можете написать в комментариях секреты, которые вы знаете, помимо тех, которые были показаны в видео. Всем пока.